здесь пожалуйста где нормальные декорации я не понял проплачивали же это там дорого богатый этот как у пэтчворк там все вот здесь где что-то за китайская поделка вообще извините нормально юис ныл феррари лучше юис ныл она быстрей только наступил день гонки выдал всем им здравствуйте привет по сложившейся традиции минутка внимания для людей которые любят смотреть пересказ гонки которые они смотрели сами своими собственными глазами в начале были свободные практики потом было квалификации вопрос понять ну что касается приготовления плова там все просто взять немножечко укропу брось туда кошачью жопу ведро воды и хер туда простите что вы спрашивали что я думаю про гонку а что мне про гонку то думать если кроме нас вальтере чем никто ездить и не умеет я выиграю я завтра подлечу к собою проверю его только от люиса крутят или от всех вообще я короче понял вот клея rs зашибись меган rs вообще самовоз а вот рена ульт f1 шляпа какая-то но я еще попробую какая разница есть у тебя кадык или нет его главное чтобы ты хорошо ехал быстро ну и резину берег кружочек фиганул как боженька я вот усы это самое от расти уже сейчас над животом работаю это самое буду толстые с усами ну чтобы в кокпит ваще с трудом ну вы же понимаете это самое в гонке же третий раз подряд мерседесы сделали дубль третьим приехал себастиан феттель второй ботос ну а первый льюис скоро шестикратный хэмильтон всех же остальных кто о гонке любит порассуждать или послушать какое-то стороннее мнение я приглашаю дальше поехали всем привет с вами диванная формула и это гран-при китая гонку которые многие называют тысячи я же как остальные немногие с этим не согласен с исторической точки зрения но тем не менее знаю что многие зрители не очень хорошо относятся к брюзжанию на эту тему я пожалуй промолчу единственное уделю несколько моментов таким вещам как-то уж ну совсем корявенько они решили эту тысячную гонку отпраздновать я если честно вообще не заметил чтобы там что-то было такое вот сногсшибательное получилось действительно как-то по-китайски но если уж вы делаете то что вы называете тысячной гонкой но действительно сделать это в сильверстоуне пригласите берни устройте настоящий праздник праздник автоспорта там где это все-таки началось а так знаете при взгляде со стороны ощущение что ну получилось как достаточно корявенько просто очередной инфоповод чтобы срубить бабла с болельщиков но с таких болельщиков которые сегодня пришли завтра ушли какая там разница какая там история была ну круто же тысячная гонка давайте радоваться мне же лично повторюсь как в прошлом выпуске говорил обидно просто за гонщиков гонщиков чьи по сути достижения были переписаны частично забытые исковерканные но это не делал ребят но действительно хватит об этом брюзжать тысячная гонка ну так тысячная гонка мерч купил что же до гонки но гонка выдалась но по правде скучно ребят опять-таки знаю что многие не согласятся но многие же считают именно таковой и я один из них нет она не была уж совсем никакой знаете там унылым говном отстоем и чем-то таким что вообще смотреть невозможно просто она была ну ну как весь сезон 17 года или большинство гонок последнего пятилетия если бы не пара тройка спорных моментов вообще была бы забыта исчезла в их истории как что-то когда-то где-то там проводившись впрочем давайте все-таки пробежимся для начала по командам вспомним так сказать что там было а потом уже перейдем к этим самым интересным момент ну вильямс вообще сложно представить что творилось в голове у рассела когда ему наконец-то на тестах в бахрейне дали порулить настоящий формула-1 формула-1 здорового человека зато совершенно несложно понять что творится в голове у кубицы он реально не понимает как ехать на этом ведре не потому что он тупой а потому что действительно это ведро не едет нет конечно все же если посмотреть анбор чистого круга то это все еще космос это формула-1 для нас с вами это просто другой мир это быстро и невероятно но если смотреть в таблице в сравнении времен на круге то можно ненароком впасть в глубокую глубокую депрессию сложно понять что творится с вильямсом последнее время и это явно не плохие пилоты ходят мнение что это давно уже не гоночная команда формула-1 на просто бизнес финансовая отчетность 16 миллионов прибыли за сезон вот это вот все очень жаль если мы потеряем очередную легенду но с другой стороны и не таких теряли рено хелькинберг мне кажется он формуле 1 будет всегда знаете у вас уже родятся и вырастут дети у вас выпадут волосы и зубы вы будете своим правнукам рассказывать как раньше хорошо было как круто было раньше как ездили по асфальту а формуле 1 все еще будет ездить хелькинберг тестировать настраивать проверять с улыбкой поглядывая на подиум с такими знаете глазами полными тоски и боль при кер даже в этот раз невероятно повезло узнаете ли смог доехать до финиша у него вообще ничего отрыгнуло и страшно представить он стал лучшим из остальных racing point но я немножко завидую строгу знаете это очень хорошо когда у тебя есть возможность поездить формуле 1 и не просто покататься там один-два кружочек а прям вот полноценно участвовать в чемпионате и уже не один сезон я вот на свои кружочки все еще коплю ну а перец перец крутой в очередной раз доказывает свою скорость скорость хорошего среднего пилота формула 1 хаас с хаасом все как-то знаете ли неоднозначно в очередной раз который уже год они начинают за здравие оканчивают ну как вы понимаете и совершенно не так как живой но сука не живой удивительно что в этот раз ни гражан и магнуса никого не убили и вообще и не разрушили свои болиды и даже доехали но но где скорость что вообще происходит где то самый болит ferrari и вообще где их двигатель где двигатель великой красной команды который должен был повести хаас напрямую чуть ли не к подиуму то черт возьми который будет уже творить там у них в консерватории явно чё-то не то там там все гомосеки единственное чем порадовали хаас в этот раз это интервью гюнтера штайнер точнее когда весь мир смеялся над тем что кто-то там сказал что выхлоп ferrari пахнет грейпфрутом или вообще клубникой то гюнтер сказал что вы знаете они к нам тоже подходили спрашивали выхлоп какого вкуса мы хотим я выбрал кажется банан макларен тоже касается макларена здесь какая-то схожая ситуация с хаасами то есть начинают ребят сезон неплохо прям кажется что машина повалила да и в этот раз принципе скорость была но как-то все не заладил но с другой стороны все же разные трассы разные машины некоторые боли до к этому очень чувствительны но имея такую трубу имея такую базу ну наверное можно было создать что-нибудь по универсальнее впрочем эта гонка и для них могла бы решить совсем по-другому если бы не один из тех случаев о которых мы поговорим чуть позже red bull ты в жопу red bull слушайте кто-нибудь скажите red bull что на старт надо выставлять два болида да они один где второй red bull я не очень понимаю если есть такая ситуация что на гонку команда выставляет одну машину то давайте разрешим какой другой команде выставлять например 3 а чего 3 mercedes например у них кстати есть кому ездить там человек боксов простая нет вы можете считать что госли собрался а я в принципе тоже так считаю я считаю что госли вышел в интернет я вышел в интернет с таким вопросом почитал что все люди пишут о том что чуть ли не на следующей гонке его уже там заменят на клята или алмана и мол поехал финишировал хотя бы понимаете да не правда госли собрался если не верить смотрите первую гонку не финишировал во второй финишировал в шестнадцатом а сейчас финишировал в шестом ну и что что на полторы минуты отстал да и хрен с ним про макса и сказать ничего прекрасная гонка немножко не дотянули наверное даже по стратегии для ferrari но как красиво он обогнал фитами но попытался обогнать когда я увидел их в этом повороте я подумал черт возьми это же калька с прошлого года конечно фетель должен был бы развернуться но но не а макс макс ну что хорошая гонка прекрасный пилотаж отличный результат и в итоге в итоге в чемпионате он опередил обе ferrari макс чемпион альфа дживина ну дживина знаете появилась мысль в голове что шумахер придет формула-1 не в двадцать первом а уже в двадцатом и кажется я знаю кого он и где заменит чё где кими ты а вот за кого в очередной раз хочется порадоваться это конечно же кими райков и абсолютно согласен что он должен был быть одним из тех кого нужно было выдвинуть на гонщика дня потому что это была прекрасная гонка гонка с очередным приездом в очки блин ну правда но ну вот чувак едет и не париться едет свое удовольствие показывать прекрасный пилотаж прекрасной баталии все чисто аккуратно и и по праву сейчас является лидером зачета ну вот эту формулу полтора младшенькие быки вправо на согласен полностью безупречная гонка великолепный пилотаж великолепнейший прорыв сквозь весь пелетон чувак между прочим из боксов стартовал абсолютно заслуженный гонщик дня по другому и быть не нужно да вы не шарить что же касается квята вначале ты работаешь на своими потом имя работает на тебя уж сколько же нужно было перелопатить в интернете чтобы понять что вообще народ об этом думает народ думает разное и на мой взгляд многие ошибаются нужен ли был этот штраф может быть да с другой стороны стоит посмотреть на то что это все-таки был первый круг толчая первого круга и от этой неразбериха и но по сути какого-то злого умысла в этом не было можно сказать так что если да не ошибся то он не был виноват сейчас я попробую вам объяснить буквально на пальцах интересно докопается ли фон если просто статичная картинка будет висеть 30 секунд если по полочкам разобрать эту ситуацию то мы видим что самое забавное что многие наезжали на саньца мол типа куда ты лезешь ты чё урод вообще говорят над китаем прям так и разносилась уфа мало кто разглядел что там вообще был норрис изначально замешан поэтому я думаю что будет правильно разобрать все это по полочкам чтобы но если позволите понять это с гоночной точки зрения на анбордах болидов сзади мы отчетливо видим как машины подлетают к очередному повороту даниил квят у нас внутри саньц снаружи саньц его великолепно перетормаживает заходит шире открывается раньше пытается уехать и видимо заметив это даниил встает на газ чуть раньше но это такое мое мнение я думаю что это было примерно так либо это был просто снос задней оси корректировка но тем не менее скольжение уже началось и деваться было некуда но при этом при этом норрис который ехал чуть-чуть впереди и был в этом же месте ну наверное на долю секунды раньше вылетает и не то чтобы знаете уехал куда-то нахрен далеко а просто чуть-чуть заехал за пределы трассы по сути даже с керба не слезал и этот самый норрис возвращается на трассу в итоге саньц оказывается зажатым между двумя болидами если приглядеться к он борду то видно что он даже начинает тормозить вплоть до того что не блокируются колеса и только после этого учебник по гоночной теории захлопывается еще раз что мы имеем в итоге едет саньц который никого не трогает и пытается опередить соперника который у него внутри едет норрис который вылетает немножечко я еще раз повторюсь он не уехал куда-то нахрен в траву газон гравий или асфальтированный участок дороги он не доехал до забора у него не было времени чтобы подумать вернусь я на трассу прям сейчас или чуть попозже мне не было времени посмотреть увидеть что а так там же вот эти все парни несутся сейчас я их пропущу и вернусь в его голове за это время не было даже мысли о том что он уехал с трассы потому что он по сути практически на ней остался поэтому также он на нее быстро и вернулся даня квят свою очередь совершенно не собирался никого вышибать у него просто соскочила машина я не знаю что это было просто пропал держак сзади или все-таки действительно ранний газ и снос задней оси тем не менее скольжение машины было давать за это проезд по петле но это знаете ли то есть выглядело это действительно так будто в судейской комнате сидела толпа белых истеричек едва заметивших что в инциденте замешан квят резко заоравших штраф ему давайте казним его к чертовой матери проезд по петле ну не знаю а может быть чисто из профилактики и так там потому что когда-то был замечен и привлекался можно было бы дать 5 секунд но черт возьми не проезд по петле ну за что я лично ничего криминального уж совсем не углядел при этом мне безумно понравилось как на все это отреагировал норрис если вы не видели в instagram то обязательно зайдите потому что это ну одно из лучших что есть сейчас современной формуле 1 я имею ввиду социальную сеть впрочем чё заходить то вот же но вот и добрались до ferrari упокой господь и душ и если верить экспертам ferrari все еще скрывает свою скорость как я вам говорил возможно она будет скрывать или до самого обудая если же серьезно то двигатель по всей видимости не удалось приручить но все-таки немножечко удалось укоротить феноменальной чистой скорости на прямой все-таки не было возможно в плюс к этому не самая стабильная работа машина в поворот но по факту ferrari выглядели скорее как беспомощные котята относительно мерседеса нежели как команда которая должна была доминила что же касается фетеля ну свет или принципе все понятно я удивлен что он не развернулся когда к нему подъехал макс верстаппин потому что потому что мы получили кадры из секретной гоночной школы где оттачивал свое мастерство себастиан феттель но ferrari ferrari в целом знаете на гран-при китай это была такая сферическая ferrari в вакууме это ferrari здесь так заведено как дед сказал так и будет и ничего не меняется годами мы делаем так мы наступаем на дни те же грабли мы разбили себе уже всю рожу об их черенок но тем не менее ничего не меняется потому что дед так сказал и нам не нужно подстраиваться ни под какие события сейчас у нас есть цель мы к ней идем и всем насрать что придумали и когда-то давно и всем наплевать что в данный момент времени происходит отсюда мы имеем абсолютно нечеловеческое отношение к шарлю леклеру идиотическую командную тактику абсолютно никому не нужные перестановки на трассе которые как еще большему отставанию от мерседеса ничего более не привели что же до леклера я тут на медне посидел подумал и знаете мне кажется я понял почему к нему приковано столько взглядов почему только о нем все говорят и пишут почему именно шарли клер что в нем такого особенного ведь это просто казалось бы очередной мальчик очередной молодой талантливый пилот но фишка знаете в чем у нас относительно давно не было пилота совсем молодого юного пилота который сразу же пришел в топ-команду вы можете возразить сказать что как же макс ферстаппен но наверное все таки нет он пришел в red bull не в то время если бы макса своим возрастом появился в red bull и в годы его доминирования туда а сейчас ну да у него почти сразу была победа когда он перескочил старой росы в старших быков но тем не менее это победа скорее была подарена просто потому что два мерседеса решили выяснить отношения до шарля давно никого не был добыл фетель но это было довольно давно а вспоминать то не так и сложно добыл фетель который был ну в принципе молотый довольно быстро перешел в топ-команду и стал чемпионом а до него был льюис который сразу же пришел в топ-команду и практически с первого раза стал чемпионом копните дальше до этого был совсем молодой вильнёв да что там говорить если подумать то и шуми довольно молодым парнем пришел и стал выигрывать и этот временной промежуток он всегда есть и сейчас видимо он заканчивается потому что вот он пришел новый молодой парень который с первого года поразил всех еще в заобере а сейчас сейчас он пришел ferrari и сразу же начал доминировать вы можете со мной сколь угодно спорить но фетель сейчас на его фоне выглядит довольно жалко при том что у фетеля за спиной четыре чемпионских титула и огромное количество целый воз просто амбиций но это ferrari как дед сказал так и будет поэтому мы еще целый год будем мучиться грызть локти и кидать бутылки и банки от пол просто потому что это ferrari просто потому что здесь так заведено мерседес серебряные стрелы про мерседес говорить вновь нечего потому что это была безупречная работа безупречная езда и безупречный питступ шутка ли но не во время какого-то виртуального safety кара или какого-то там происшествие на трассе две машины одновременно заезжают в боксы и абсолютно без задержки обслуживаются насколько я не люблю победы в одни ворота не насколько я не люблю так все доминирование насколько мне уже надоел хэмильтон но факт есть факт это лучшая команда лучшие гонщики лучшая стратегия лучшая тактика и лучший пилотаж не зря они сейчас занимают лидирующие позиции в кубке конструкторов и конечно же в личном зачете дейвальт 3 хорош он не расслабился он не скис он будет биться он будет хорошо ехать в самом худшем случае будет доезжать вторым это действительно не тот вальтере которого мы все похоронили даже если вы совсем недавно смотрите формула-1 вам уже должно быть понятно что ни одна юбилейная гонка будь то гонка для гонщика для команды но или сейчас для формула-1 целом не проходило удачно не то чтобы это была какая-то отвратительная совсем уж гонка полное дно или или в ней произошло что-то такое ужасное но хорошей то она тоже не была она не была интересна она не была захватывающей и практически ничего не происходило лидер от старта до финиша небольшая возня в середине одна легкая авария с подброс не хватало в ней какой-то изюминки какой-то маленькой частички которая делает гонки гонками и гонками интересным ну да и черт с ним но зато теперь теперь вам доподлинно должен быть известен тот факт который в принципе известен всем уже очень давно что если уже в самом начале недели льюис хэмилтон начинает ныть о том что феррари невероятно быстрый что их скорость напрямую фантастическое он никогда их не догонит он обязательно выиграет гонку на этом на сегодня все такой вот был этот гран-при якобы юбилейный для формула-1 мне же остается вам сказать точнее даже поделиться тем что с очень большой горечью в душе я готов признать тот факт что в баку я к сожалению поехать не смогу очень хотелось потому что это один из самых невероятных гран-при те гран-при где формула-1 очень близко тебе где ты можешь практически ее потрогать во время самой гонки берегите себя друзья бегите своих близких любите друг друга любите автоспорт и постарайтесь любить меня с вами была диванная формула и мы увидимся с вами уже очень скоро на обзоре формула е а на этом на сегодня уже точно все удачи вам и конечно же да пребудет совместивая пока пипец дух или на гречной волной говорили мы с тобой